Брянская область была создана как отдельный регион указом Президиума Верховного Совета СССР 5 июля 1944 года. В ее состав были включены города Брянск, Бежицы и Клинцы, а также 28 районов, в том числе Понуровский, который позже упразднили. Современное деление на 27 районов сформировалось лишь к 1988 году. Сегодня Брянщина — пограничная территория России с населением в 1,242,5 тысячи человек. Область является крупным промышленным, сельскохозяйственным и стратегически важным регионом с огромным историко-культурным наследием. А еще это чудесный край с уникальными природными богатствами, лесами и оврагами, реками и живописными озерами. В этом году торжества в честь юбилея области начнутся в 9 утра праздничным богослужением в Кафедральном соборе. С 10 часов развернутся выставки на площади Ленина и бульваре Гагарина. А в сквере Карла Маркса стартует фестиваль национальной кухни. Замечательные выставки на площади Ленина, которые расскажут о достижениях нашей промышленности, сельского хозяйства. Весь бульвар Гагарина, который ведет к стадиону, это будет миром истории Брянской области, где все муниципальные образования нашего региона покажут историю своих городов и районов. И вся эта экспозиция, она идет под одним девизом – это наша с тобой биография. В этот день на стадионе «Динамо» состоится центральное празднование этой замечательной даты. И тут, кому посчастливится быть на стадионе, увидит очень многое – ожившие страницы истории. Замечательные яркие коллективы. Детский хор «Тысячный», который выступал на зимней Олимпиаде в Сочи. Увидит десятки замечательных фольклорных коллективов, а всего участников только на поле будет около двух тысяч человек. Далее состоится большой праздничный концерт на площади Ленина. В честь юбилея области во всех муниципальных районах уже проходят отчетные концерты. И проводится конкурс библиотек, каждый из которых рассказывает об истории своего района. Александра Седачева, События, Брянск.